На сегодняшний день у нас республика из кустарниковых сажается, скажем, это смородная, красная, черная, основное то, что распространено сильно, крыжовник, малина, вот эти культуры больше всего там сажаются, ну, потом и, если взять такие культуры, как рыбина, облепиха, вся эта культура тоже высаживается, конечно, но основное внимание, на что обращают внимание, вот все эти культуры в основном бывают и однолетки, и двухлетки, кроме малины. Малина бывает только однолетка, не может быть малины двухлеткой, потому что малины размножаются отводками, отводки выкапываем, пересаживаем, остальные культуры бывают и однолетки, и двухлетки. Несмотря на то, что вы выбрали, да, однолетку и двухлетку, надо обращать в первую очередь основную, у ягодной культуры корневую систему. Для ягодной культуры верхушка, да, скажем, у кружевника, у смородины, это не так уж важно, если он такой высокий. Иногда бывает очень высокая верхушка, метр, метр пятьдесят, но слабая корневая система. Все равно все эти кусты, скажем, кустарниковые, да, малина, смородина, крыжовник, потом ежевика, эти культуры, когда мы сажаем, их все равно укорачиваем, срезаем. Посадили смородину, после посадки мы обязательно должны обрезать эту смородину. Иногда многие думают, что посадив двухлетку, в этом же году получают ягоды. Это ошибочное мнение, причем, потому что, да, вы можете получить, скажем, сто грамм с этого куста, но вот эти же сто грамм у вас будут еще не в течение трех-четырех лет. Почему? Потому что куст слабо будет развиваться. Посадив смородину или крыжовника, обрезав, скажем, на уровне восемь-десять сантиметров от земли, после посадки именно, вы в этом, во-первых, успеваете растение хорошо прижиться, во-вторых, вы за этот же год, вот, когда посадили, вот в этом году посадили, к осени получаете хороший куст, уже не с одного-двух побегов или трех, а восьми-девяти побегов. Вот на этих побегах формируется потом урожай. Он успеет хорошо прижиться и дать однолетний прирост. А в следующем году уже вы начинаете получать ягоды. И таким образом вы потенциальная урожайность, мы говорим, когда иногда отдельная сорта может дать и 4-5 килограмм, да, до 6 килограмм всей ягоды. Это реально. Но если вы сделаете все правильно. А многие, знаете, как, посадив думает, что большой куст сразу получит ягоды и этого не делает. По малине. Есть малина-особенность, малина. На сегодняшний день есть малина летняя, да, вот, которую мы привыкли раньше, все время сажали. В последние годы очень активно сажают люди малины ремонтантные. Ремонтантные – это та малина, которая плодоносит осенью, да, скажем, позднее плодоношение. Это август, сентябрь, октябрь, ну, до морозов, скажем так. Эта малина имеет особенности. После посадки, неважно, когда вы посадили его осенью или весной, эта малина срезается полностью. Оставляется только 2-3 сантиметра от уровня почвы. Этот малина имеет особенность, что он должен подняться с корня, и в этом же году он дает урожай. Ремонтантная малина-особенность, что он дает, вот, год растет до осени, и осенью дает урожай, формирует урожай. Летная малина, побега в этом году формируется, а урожай получается в следующем году. Если вы малиной можете не обрезать, но когда, если вы не обрезаете, вы не получаете, опять же, нормальную высоту побега. Не получив нормальную высоту побега, урожай не сформируется. И вы получаете, что вы не в этом году получите из этого куста урожай, а в следующем году. Посадив обрезок, с корня поднимается побег, и на этом побеге, в этом же году, осенью, вы получаете урожай. Если взять смородник, рыжовник, вот эти культуры, это должно быть 8-10 сантиметров от уровня почвы. Если взять малины ремонтантные, это должно быть где-то на уровне 3-4 сантиметра от уровня почвы. Когда лучше кусты сажать? Осенью или весной? Можно и так, и так. Конечно, осенняя посадка очень даже оптимальна, потому что, так скажем, кусты, они не боятся зимы, перезимовки, скажем так. Поэтому, посадив осень, уже вы можете мощный куст получить за год. Весенняя посадка тоже, скажем, приемлема, оптимальна и тоже к осени получите. Конечно, они будут отличаться от осенней посадки немножко, но не так сильно, потому что, если вы правильно все сделаете и потом дальше будете кормить этот куст хотя бы 1-2 раза в течение вегетационного периода, вы получите нормальную высоту куста, скажем так. По летней малины. Высота летней малины, в отличие от ремонтантной, нельзя резать так ниже, как режется летняя малина. Ремонтантная малина. Летнюю малины мы срезаем на уровне 30-25-30, иногда 40 сантиметров. Почему? Потому что летняя малина должна распуститься, сама малина. С корня должны идти побеги в этом году. И вот на этих побегах уже в следующем году мы будем получать урожай. Если взять по всем культурам, да, у нас в республике на сегодняшний день существует, это больше всего яблоня, груша, слива, вишня, черешня, вот эти культуры. Саженцы мы сажаем как однолетки, так и двухлетки. Отдельные культуры, косточковые, да, я бы садил бы только однолетки. Потому что двухлетние косточковые культуры, они очень, скажем, огромные, большие получаются. Если саженцы, однолетки, эти самые, вишни, черешни, априкосы, персика оставить на месте, чтобы она была двухлеткой, она будет высотой 2-2,5 метра, большая крона. Конечно, при выкопке, к сожалению, получается, что мы не сохраняем баланс между верхушкой и корневой системой. Таким образом, посадив двухлетний саженец, его приходится жестко обрезать. В этом случае оптимально садить однолетку, ну, косточковым культурам, это особенности. Но можно сажать и двухлетки, но, допустим, вишня бывает не так сильно развита, да, вот это. Но при выборе саженца как однолетки, так и двухлетки, необходимо помнить, что должна быть хорошая корневая система, в первую очередь, и хорошо развитая верхушка. Ствол должен быть чистый, без всяких повреждений. Высота растений, значит, согласно стандартам, которые на сегодняшний день приняты, яблоны должны быть не ниже одного метра, если взять так, груша метр двадцать, может быть разветвленным, может быть неразветвленным. Если взять косточковую культуру, скажем, такие, вишня, черешня, там, слива, абрикосы, персики, где-то на уровне метр тридцать, метр пятьдесят. Значит, я сейчас вот на примере объясню вам саженцы. Вот, смотрите, вот раз, несколько саженцев здесь, да, питомникам бывают отдельные саженцы разветвлять, видите, вот, побегом, раз, два, три, четыре. Это разветвленные саженцы. Вот это саженцы однолетки, это разветвленные саженцы. Вот это саженец тоже, вот, пару побегов пустила, так, но есть саженцы, вот, видите, вот, он вообще не разветвленный. Он просто один ствол. Но однолетние саженцы в основном у нас, ну, яблонь, если взять, в зависимости от сорта, они сильно не разветвляются, но часто бывают разветвленные саженцы. Да, очень хорошо посадить уже разветвленные саженцы, когда, видите, вот, у боковых побегов, да, заканчивается цветковым почком уже. Посадив этот саженец в этом году, вот, на постоянное место, вот, они будут уже цвести. Если, вот, посадить его, вот эти цветковые почки будут цвести, мог бы дать урожай. Но вопрос, надо ли этот урожай вам? Вопрос. Потому что после посадки, вот сейчас особенно, когда вы сажаете саженцы, очень важно, чтобы саженец успел прижиться, схватиться за землю и начал расти. Наша задача, вот сейчас, не получить урожай в этом году, а чтобы саженц успел прижиться, чтобы он нормально схватился за землю, начал расти, развиваться. Поэтому мы после посадки все саженцы, неважно, как однолетки, так и двухлетки, должны быть срезаны, обрезки сделаны. Потому что, если не сделать обрезку, да, скажем, не срезку, просто посадите саженцы и надеяться, что он будет сформироваться, да, он может расти, все развивается нормально, но иногда не так, как хотелось бы. Для того, чтобы формировать нормальную крону, нормальные побеги, необходимо все саженцы должны быть обрезаны. Берем саженцы разветвленные, да, вот. Как обрезать саженцы разветвленные и неразветвленные. Саженцы разветвленные. Если у вас есть боковые побеги, мы делаем так. От последнего побега, вот который сверху, да, мы считаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и срезаем на девятую почку. Если она разветвленная. Если саженность неразветвленная, ну, такая, скажем, вот эта, берем яблонь, да, берем любую линейку какую-нибудь, на уровне один метр, тоже срезаем, вот, получается, вот на этом уровне срезаем это саженцы. Мы должны это обязательно технологический процесс делать, после посадки. Обрезка делайте для того, чтобы формировать боковые побеги, чтобы они разветвлены. Если мы не обрезем боковые побеги, будут очень коротенькие, они, в нем, нормально развиваться не будут. Он будет вверх расти еще сильнее. Таким образом, косточковую культуру режем выше, чем семерцковую культуру. Мы должны понимать, что еще саженцы должны быть штамп, да, снизу, да, вот эта часть, до разветвления. И крона формироваться. На дачных участках, если мы, скажем, особенно в домашних условиях, делать высоту штампа сильно высоко, нет необходимости. Можно сделать его на уровне 50 сантиметров. Да, в промышленных посадках мы делаем на уровне 60-70, потому что уход техникой, обработка техникой все-таки, чтобы она не мешала нам проездам трактора, вот это все делаем. Его поднимаем 60-70 сантиметров. В домашних условиях можно и 40 сантиметров, можно и 50. Главное, чтобы это был штамп, потому что вы все равно будете ухаживать, не техникой же там, сами будете ухаживать. Таким образом, высоту штампа можно ниже делать. Но, если вы высоту штампа поднимете выше, высота дерева будет тоже выше. Для того, чтобы получить нормальный урожай, должна быть зона плодоношения, да, вот, у дерева, любое дерево. Она должна быть, если взять нам, скажем, если высота дерева 2,5-3 метра, яблони в перспективе, и мы высоту штампа делаем 70 сантиметров, значит, высота, вот эта зона плодоношения, скажем, получается где-то 2,30. А если мы его снижаем до 50 сантиметров, получается, если делаем 50 сантиметров, получается, мы зону плодоношения увеличиваем. Таким образом, больше получаем плодов. И, кроме того, все деревья, особенно косточковые, они растут высоко, да, многие жалуются, что вот, ухаживать сложно за этими деревьями, убирать тоже сложно получается иногда, они бывают 3, 4 и до 5 метров. Но, если вы, и все деревья, не важно, или яблони, или груши, или сливы, косточковые культуры, посадим, сформируя постепенно, постепенно обрезка, сделаем, формируя, крону, так, этого дерева, до 3 метров. Можно любое дерево, не важно, можно удержать на уровне 3 метра. Таким образом, вы или черешня, или вишня, или абрикос, или персик, может останавливать его на уровне 3 метра. Как это делается? Как это стичь этому? Вот мы обрезали в этом году так, да, этот разветвленный саженец, с этой почкой растет, саженец, вот в следующем году он будет вот такой высоты поднимется, и здесь пойдет еще разветвление. И вот тот побег, который отсюда получится, там тоже будет разветвление. Таким образом, мы в следующем году его будем от последнего рентиля, опять, 8-9 почек срезаем, еще срезаем. Таким образом, 3-4 года мы его доводим до 3 метров. Дошло до 3 метров, уже мы будем не на 8-9 почек резать, этот однолетний, ну, вот этот прирост, а только на одну почку. Когда дойдет дерево до 3 метров, вот тот центральный проводник, который идет, вот этот, да, вверх, мы его срезаем только каждый год на одну почку. И таким образом, мы это дерево, когда оно дошло до, даже оно, когда дошло до 2,5 метра, можно это сделать, для того, чтобы не дать ему идти сильно выше. Таким образом, мы его наращиваем всего лишь по 1 сантиметру. Когда дойдет туда, и кроме того, видите, вот, еще есть боковые побеги, да, расстояние между деревьями при посадке, обязательно, ну, учитываем это. Допустим, яблони на сегодняшний день мы сажаем 2 метра друг от друга, не ближе. Есть это карликовые, суперкарликовые там сорта, их можно 1,5 метра, даже 1 метр. Это уже надо при покупке уточнять, на что привито дичка. Если берем грушу, если берем грушу, да, мы сажаем 3 метра друг от друга, потому что груша сильно растет, чем яблони. Если берем вишню, черешню, все абрикосы, персики, тоже 3 метра. Если дать им еще чуть расстояние больше, это тоже хорошо, в принципе, потому что все косточки в культуре любят больше солнца. и при посадке участка вашей культуры надо понимать, что прежде чем вообще начинать что-то садить, вы должны спланировать это. Вот с этого надо начинать вообще-то. Почему? Потому что все культуры, которые вы хотите садить, и яблони, и груши, и сливы, и вишня, и черешня, они по-разному растут. Если вы посадите, так скажем, без плана, получите одну культуру, потом затеняют будет вашу вторую, скажем. Яблони у вас слаборослые, вишня, черешня высокорослые. Если вы посадите так, чтобы в сторону солнца посадите черешню, допустим, а против посадить яблони, получается, ваши черешни будут затенять вашу яблону. Надо учитывать, как у вас солнце вращается. Таким образом, в зависимости от высоты деревьев, ну, как они по высоте растут, в перспективе, вы должны их садить, чтобы в первую очередь сажать к солнцу низкорослые деревья по наращиванию, скажем. Сначала яблонь, условно говоря, так взять. Можно потом грушу, потом можно, можно потом даже вишню, потому что вишня не так сильно растет. Потом грушу, потом черешню, абрикосы и персики. Если взять по абрикосам и персикам, допустим, персик слабее растет, чем абрикосы. Поэтому желательно сначала садить персики и абрикосы. При посадке вот сейчас, именно весной, да, наша задача, чтобы саженцы успели прижиться. Подкормка, как таково, азотным удобрением вот сейчас, да, необходимости абсолютно нет. Многие думают, что, ну, дадим азота вот сейчас еще, да, при посадке яму. это даст потом перспективу. Да, люди при посадке делают так, компосты, да, подготовленные заранее, там, добавляют навоза, скажем, да, перепревшего в яму. Это можно сделать. Но надо учитывать, что корневая система при посадке не должна попасть в этот навоз. Понимаете, иногда люди так, обильно перемешивают навозом и сажают, и засыпают корневую систему дерева. Получается, таким образом, когда начинаются расти белые корешки, ожог корневой системы получается. Поэтому мы должны что делать? Если у нас есть, даже хотим компост или навоз добавить в эту яму, мы должны это все добавлять на одну яму, потом засыпаем сантиметров 4-5 до 10 сантиметров земли чистую и сверху сажаем саженцы, чтобы где корневая система саженцев сейчас именно, чтобы не попалось в эту навозу. Если у вас что-то случилось, ну, скажем так, тогда придется вам их перспективе подкармливать усиленно. Это уже начинает, когда они распустятся, нормально. Но бывает иногда, честно вам скажу, посаженные, обильно, ну, скажем, в этот перегной, иногда не спасаются деревья. Почему? Потому что, к сожалению, были случаи, погибают деревья. Переусердствовать в этом случае нельзя. Да, можно добавлять фосфорные калини удобрения сейчас. Но это все надо, знаете как, не просто добавлять, а надо анализировать вашу почву. Честно вам скажу, вот мы в многих местах анализировали, да, в республике, у нас, в принципе, в почвах хватает и фосфора, и калия, достаточного количества. Да, его бывает иногда усвояемой формы, ну, то есть растение, может ли растение взять его с земли, это да. Все удобрения, которые выпускаются, они быстро усваиваются, растения вы внесли, и они хорошо усваиваются. Тот калий, фосфор, иногда бывает в почве, они усваиваются очень медленно, скажем так, очень плохо растение, потому что растение брать его практически иногда, очень у вас обильное, да, много калия, фосфора, как-то по анализам мы видим, но растение его брать не может, почему, потому что это трудноусваиваемая форма. А вот сейчас промышленность, которые выпускают эти удобрения, они хорошо усваиваются, внесли, они растворились, и растение забирают их с земли для своего развития роста. Вот это надо учитывать. У нас в республике основная проблема на сегодняшний день по, особенно, молодым деревьям, да, это ожог корневой системы при посадке, если мы неправильно сделаем, и ожог коры, да, вот это штамп, скажем, солнечная сторона особенно, это солнечный ожог. Для того, чтобы это снять, все деревья и косточковые, и семечковые, неважно. После посадки штамп садовой краской покрашивать надо или известью, ну, гашеный известь должен быть. Молодые деревья известью, честно вам скажу, я не рекомендовал бы покрасить, почему? Потому что иногда известь не до конца, не гашеный получается известь, к сожалению, он дает ожог, может, при коре. А садовая краска, которая добавка фунгицидов специальных, такого ожога не дают абсолютно. Таким образом, смело вы можете покупать садовые краски, которые продаются в магазине, любые, с добавками, значит, удавления даже, вот там, внутри, фунгициды там и добавляют специальные, для того, чтобы защитить еще от болезней, да, коры. И таким образом вы спасаете ваше дерево от солнечного ожога. Но красить надо не тогда, когда уже, скажем, в конце апреля, да, когда, для красоты, а красить надо уже сейчас. Вот смотрите, что происходит на сегодняшний день. Днем плюс, а ночью минус. Иногда бывает минус 4, минус 5, недавно было даже минус 10, да, вот скажем так, а днем было плюс 4. Днем кора дерева нагревается, ну, когда плюс 5, а ночью остывает, она расширяется, сжимается. Таким образом, что получается? Корай иногда расстрелит, расширение сжимания дает трещину. Вы его сейчас не заметите, но пройдет время, эта трещина будет очень хорошо заметна. А если вы покрасите, уже солнечного ожога не будет, и так сама древесина, вот эта, греться не будет. Не будет греться, и таким образом не будет сжиматься и расширяться абсолютно. Очень важно, вот сейчас посадив саженцы, все они должны быть покрашены. Все сажены. Сейчас многие задают вопрос, можно ли деревья пересаживать? Молодые деревья, взрослые деревья. В принципе, сейчас очень хорошее время для пересадки деревьев, потому что, видите, еще не распустилось дерево, вот, оно в спящем состоянии, погода еще холодная, скажем так. То дерево, которое вы выкопаете с одного места, если вам, допустим, надо пересаживать, потому что посадили неправильно, что-то так и сделали. Бывают такие случаи, вот, и вам надо выкапывать это дерево и пересадить на то место, которое вы хотите. Мы сейчас покажем, как это все делается. Вот, при выкапке саженцев надо учитывать его возраст, да? Если однолетние саженцы, это проще выкапывать, чем двухлетние. Двухлетние саженцы уже надо большие ямы выкапывать, чтобы выкапывать это дерево. С учетом того, что вы надо, чем больше сохраните корневую систему, тем лучше. Потому что все зависит приживаемости саженца от того, что какие корни. Сам понимаете, при выкапке обрубленные корни, да, скажем, если вы обрубите, и таким образом пересадка, считайте, что ваше дерево плохо приживется, однозначно уже. Поэтому мы однолетние саженцы на расстоянии где-то сантиметров 25-30, с одной стороны подкапываем илода. Потом подходим с другой стороны. Тоже 25-30 сантиметров подкапываем. Вот. Стараемся его хорошенько расшевелить. Вот видите, я уже его практически поднял. вот смотрите, выкопанный саженец вот отрестьем сохранением корневой системы. Таким образом, видите, сколько мочковатая корневая, и этот саженец уже гарантия того, что он 100% приживется. Потому что нормальная корневая, зона корнеобразования еще есть, да, вот так называемые. Вот, смотрите, сантиметров 15-20. Это тоже очень важный момент. При выборе саженца вообще, ну, не важно, где выбираешься, питомники, на рынке. У яблони, особенно у яблони, есть зона корнеобразования, вот такой. Она должна быть хотя бы сантиметров 10-15, не меньше. Если она только вот здесь корня, да, скажем, несколько корешков, сами понимаете, какой саженец плохо проживается. А здесь, в этом случае, видите, первый этаж, второй и третий этаж, скажем, корней, так название. И таким образом, гарантия этого саженца прижимаемости 100%, потому что нормальная корневая. и еще смотрим, конечно, какой должен быть ствол. Ну, вы пришли на рынок, хотите выбрать саженец, вам предлагают саженцы. Вы берете саженцы, смотрите, во-первых, место прививки надо смотреть, особенно. Здесь должна быть, видите, спайка, да, она должна быть полностью сросшаяся. Иногда бывает, у саженца вот это место, щип остается, такой маленький иногда, таким, так не должно быть. Должен быть без щипа. Вот, нормальный срез, он должен быть сросшийся. Вот, посмотрели, потом посмотрели на ствол, в чистом состоянии. Еще раз говорю, бывают саженцы, может быть, побегами боковыми, может не быть. Это уже, так скажем, не сильно важно. Выбрали саженец, высота саженца, вот здесь, где-то на уровне, где-то метр сорок, метр пятьдесят. Он должен быть ниже одного метра. Хорошо развитый саженец, он должен быть не ниже одного метра. Вот, если есть один метр саженца, можно уже приобрести и его посадить, потому что на одно метр вы обрежете его. Ниже саженцы, получается, диаметр ствола, да, еще, видите, вот этот, вот если взять толщину вот этого ствола, он должен быть не ниже одного сантиметра, не меньше. Если меньше одного сантиметра, сам понимаете, эта саженец уже, скажем, нестандартная. Такой саженца получить первый год нормальной кроны невозможно практически. На что надо обращать еще раз внимание? На корневой системе нормальная должна быть место срастания, прививки. И прививка она должна быть. Иногда бывает так, когда мы срезаем, сама дикая дичка похожа на культурный сот. Он, получается, места прививки нет, просто его срезали. И бывают иногда такие, к сожалению, продавцы бывают, иногда такие, которые срезали, просто их продают. Надо посмотреть, она должна быть место прививки. Ствол должен быть нормальный развитие. И высота саженца должна быть не меньше одного метра. И толщина должна быть не меньше одного сантиметра. Все. Вот все, что необходимо понять. Вот вы купили саженец или выкопали его, да? Сейчас его надо, пересадка вот этого саженца на то место, которое вы хотите. Или вы купили саженец, привезли домой, да? Вы хотите. После покупки вот этого саженец, во-первых, надо понимать, что когда человек едет за покупками саженцев, он должен с собой брать какие-нибудь мешки, там, пакеты, я не знаю, что-нибудь. Да, все продавцы на сегодняшний день предлагают упаковывать корневой систем. Если открытая корневая система продается саженца, они должны, после того, как вы выбрали их, упакованные, вы это пока доставите до дома. Какие-то целлофановые пакеты, мешки должны быть. Если они упакованы уже, специальная упаковка делается, корневая система, значит, они упакованы, сохраняется корневая система. И после выкопки, сколько дней можно сохранить такую саженец, упакованные в мешке, да? Иногда задают вопрос, вот сегодня не могу садить, а у меня получится завтра, у меня получится пятница. Конечно, желательно приобрести 2-3 дня вперед, да? Не больше. Если вы, допустим, планируете купить саженец в понедельник, а посадить в пятницу, его надо временно прикопать. Что такое временная прикопка саженца? Временная прикопка – это вы привезли домой саженца, вынули его из мешка, выкопали, просто, вот, скажем, глубиной сантиметров 25-30, такую, вот так, положили саженец, и засыпали корневую систему, все, прикопали временно. Это заняло, во сколько времени? Это 2-3 минуты, недолго, да? Но таким образом вы сохранили саженец, можете садить и пятницу, можете в следующей неделе, это не проблема. Но именно вот так сделайте. Но держать его в мешке неделя и думать, что там все будет хорошо, даже если будете поливать, это неправильно. Еще раз, если вы посадите через день-два, можете держать в мешке, с учетом того, что вы будете поливать. Если вы дольше уже будете, планируете садить, допустим, покупив понедельник, а планируете в хохотные садить, тогда лучше прикопать. Или, если у вас не получается на участке прикопать, эти саженцы, берется простое пластмассовое ведро или какой-нибудь тара, ставится саженец туда, засыпаются апельки, торф, я не знаю, там любой субстрат. И таким образом в этом субстрате можно держать саженцы, балконы. Иногда бывает люди, ну, купили саженцы, они в городе живут, там ехать, еще им на дачу далековато. У любого человека есть ведро, простое пластмассовое ведро. Поставили саженцы, засыпали корневой апельками там или какой-нибудь землей, или субстратом, каким-нибудь, я не знаю, торфом. И таким образом держите балконы, эти саженцы, хоть неделю, две. Просто полили, подержали там, когда поедете на дачу, и возьмете и посадите эти саженцы. Еще вопрос, как правильно садить саженцы, да, вот, выкопать ямы, там, скажем, подготовить, и как это все правильно делается. Для того, чтобы, прежде чем посадить саженцы, вы должны понимать, что кроме самого саженца должна быть колышка обязательно, временная. Колышка, бывает иногда временная колышка, бывает постоянная. Если саженцы деревья, вы покупаете карликовые, низкорослые, да, им нужна постоянная опора. Это уже должна быть какая-нибудь высотой не меньше 2,5-3 метра, такие столбы, диаметром где-то сантиметров 7-8 до 10 сантиметров. Если вы купили на полу карликовых, такие саженцы, скажем, косточковые, культуры все, они, для них нужна временная опора. Временная опора на 2-3 года, потом вы его просто убираете. Это может быть любая рейка такая, скажем, 4 на 4, 3 на 3, 5 на 5. Пилорамы там, ну, то есть это может быть бамбук люди покупают, иногда ставят. Можно какие-то использовать, скажем, обрезки даже вот. Но основная задача этого колышка, он должен удержать саженец от раскачивания. Почему подвязываются саженцы к колышкам? Многие говорят, я могу просто посадить, и зачем мне это колышкой еще привязывать. Все саженцы после посадки, когда появляется листовой аппарат, уже нормальный, да, а у нас последний год очень сильные ветры. Получается, растение раскачивается. При раскачивании растения обрывается корневая система. Вот она раскачалась в одну сторону, оборвалась, белые корышки, которые схватились за землю, обрываются. Получается, раскачивая верхушка, да, саженца, и повреждается корневая. Таким образом, ваш саженец, он вроде бы прижился нормально, но, если вы его не подвязали, и его крепко не держится, он, получается, раскачивая в одну и другую сторону, корневая система повреждается. Второе, иногда бывает, деревья от сильных ветра наклоняются, и придя к осени, вы увидите, что саженец уже чуть-чуть наклоном растет. Таким образом, выровнять этот саженец уже невозможно. Ну, возможно, конечно, вы опять повредите корневую систему. Чтобы уйти от этих проблем, просто вот сейчас заготовили колышки. Колышка должна быть метр тридцать, метр пятьдесят, двадцать-тридцать сантиметров уходит в землю, а метр, где-то метр двадцать достроится сверху. И таким образом, чтобы подвезать саженец в двух местах. Сейчас мы это все покажем. Значит, у нас есть саженец. Вот у нас есть колышка, да, вот. Вот рейка, простая рейка, которую заготовили заранее. Вот где-то, где-то на уровне метр тридцать его. Получается, тридцать сантиметров мы загрубим в землю при посадке, а метр останется сверху. Туда сантиметров три. Когда сажаем, ставим только одну колышку. Не две, не три. И иногда вот в городских условиях деревья при посадке делаются три колышка и подвязывается дерево. Это неправильно. Почему? Потому что, может быть, в городских условиях правильно, потому что город защищается от ветра. А на полевых условиях, вот видите сегодня, какой ветер сильный. Это неправильно. Должна быть только одна колышка. И эта колышка должна ставиться с южной стороны дерева. Как, опять же, вращается солнце. Давайте мы сейчас начнем копать яму, да? Начнем от того, какую яму надо копать. Прежде чем копать яму, мы должны определить место, где будем сажать. Как я говорил, уже надо учитывать по росту, да, скажем. С солнечной стороны должны быть низкорослые деревья, дальше высокорослые. То есть, друг друга, чтобы не затеняли. Выбрали место. Направление, если вы сажаете рядами, ну, скажем, бывает иногда человек берет 20 деревьев, 30 деревьев, ряды направлений делаем. Направление рядов должен быть с севера на юг. Если вы сажаете отдельные деревья, это уже не важно, как вы сажаете. Таким образом, выбрали место, где вы этот самый, так? Забиваем эту колышку, которую мы заготовили заранее. Где будет наше дерево? Покругу этого колышка берем сантиметров. Значит, диаметр ямы для основных клуб, тут скажем, плодовых, должен быть 60 сантиметров. Глубина 50 сантиметров. Поэтому, забивая колышкой, мы должны 300 сантиметров с одной стороны сначала делаем, как бы, его, вот, такую, вот. Будто вот так наметили, где будет яма. Убрали колышку, начинаем копать. Надо учитывать, что у нас в республике основные земли, это зерновоподзолость. Получается, пахотный горизонт 25-30 сантиметров. Это хорошая земля, верхний слой. Мы его копаем отдельно. Вот, одну сторону бросаем его, только выкапывая. Видите, уже нижний слой, подзолистый приходит. Вот сейчас я вам покажу. Вот это верхний слой земли, мы его пока выбираем отдельно. Все, нижний, уже, видите, серая, желтая почва идет. Это уже подзолистый слой. Вот, его мы копаем отдельно. Видите, вот какой? Вот его копаем уже отдельно. Подносится в другую сторону. Все, глубина 50 сантиметров. Значит, вот эту землю мы для посадки использовать не будем. Мы ее можем вообще убирать с поля, да? Вот эту землю, которую вот, плодородную почву, будем использовать для посадки деревьев. После того, как мы копаем, наши колышки забиваем в центр ямы. Берем наш саженец, достаем с прикопа, и его ставим с северной стороны колышкой. То есть, мы учитываем, что у нас солнце вращается вот отсюда вращается. Эта колышка, для чего это делается? Сама колышка будет защищать от солнечного ожога дерева. Мы учитываем, что у меня 12 или час дня, солнце вот здесь где-то. В этом направлении ставим колышку. При посадке еще надо учитывать, что есть место прививки, да, вот дерево. Любое дерево при посадке, оно должно быть выше от уровня почвы, на уровне 4-5 сантиметров выше. Как это делать? Для этого мы можем взять еще одну рейку, вторую. И выложим вот так. И когда посадим с дерева, вот, мы уже будем держать место прививки выше, чем этой колышки на 4 сантиметра. Чтобы нельзя ни в коем случае не заглубить его туда. Для чего это делается? Потому что после посадки этот дерево еще сядет, то, скажем, на 3-4 сантиметра со временем. И место прививки получится на уровне почвы. Само дерево, культурный час, его нельзя заглубить туда. Потому что это очаровато потом последствиями. Таким образом, саженцы будут плохо развиваться, деревья сами. Вот. Мы, для того чтобы понимаем, что вот, поставим саженец, видим, что вот он выше. Вот. Можем его, посадив колышкой, сейчас его чуть-чуть прихватим. Колышкой забиваем чуть-чуть. Вот привязываем. Конечно, лучше шпагат брать линяной. Такой шпагат нежелательно использовать, потому что он может перетираться, да? Получается, рано оно расти. Подвязываем в двух местах. Снизу мы подвязываем, видите, как не просто ровно подвязываем, а S-образный, да? Вот так. Это временно подвязываем, чтобы держала саженность. Конечно, желательно при посадке, чтобы два человека было. Один держит, другой засыпает. Вот вы держите здесь, чтобы вместо прививка была выше, да, чем колышка. Ну, вот эта колышка. И вот так держите, а я буду постепенно засыпать. Значит, что мы делаем? Вот этот сейчас земли, который у нас хороший, да, можем добавить удобрения, там, фосфор, калий, все это перемещать. И постепенно засыпаем нашу яму. Если нам не хватает вот этой земли, мы берем плодородную почву, ну, можем взять вот рядом. Сейчас можем эту колышку убрать. Вот берем, засыпаем все это хорошей землей, плодородной. Можем притаптывать ногой слегка. Ты, можно не держать? Да, уже все. Можем притаптывать слегка. И добавлять еще землю. Но надо учитывать, что после посадки все деревья надо поливать, надо делать лунку такую. Вот эту землю уже, вот эту, которую, если мы не убрали, не выбросили, можем использовать, чтобы создать эту лунку, да, сверху. Засыпаем его. Вот так его немножко уплотняем. И обязательно все саженцы, не важно, дождь идет, не дождь идет, будет ли дождя, поливать надо. Весенняя посадка подразумевает обязательный полив. Не меньше 2-3 ведра воды в каждую яму. Таким образом, что получается? При поливе земля садится еще раз. Корневая система обволакивается почвой. И успевает прижиться растина хорошо. И кроме того, сам понимаете, для того, чтобы растина нашего бюджетировать, нужна влага. Сколько раз поливать, спрашивать, каждый день, там, через неделю. Если бы один раз полет и хорошо, вот сейчас, посадив, в зависимости от погодных условий, можно их через 2 недели поливать, если вот такая погода. Если будет жаркая погода, скажем, солнечная, и температура поднимется 15-20 градусов, через неделю еще раз поправить, поливать. Вот. Таким образом, мы дадим возможность дерева схватиться за землю и расти, развиваться нормально. После посадки мы подвязываем его в двух местах. Это снизу. Подвязываем, как С-образный его. Неровно подвязываем, вот так. Вот так подвязывать нельзя. Подвязываем его, вот, одеваем туда, это сюда, С-образный. На восьмерку похоже. И подвязываем, значит, на колышко, вот, здесь его плотно. Для чего это делается? Для того, чтобы дерево не раскачивалось. Это одна подвязка. И подвязываем еще его сверху. Тоже С-образный. Вот, восьмеркой. Все подвязали. Если саженцы, видите, высота штамба, да, должен быть, 40 сантиметров, мы лишних, нижних удаляем. Остается, вот, отверху мы считаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, на девятую почку его срезаем. Вот, все, что необходимо делать с этим саженцем. Если боковые подвязки есть, отдельные, кончики удаляем тоже, чтобы они не цвели, а росли дальше. Вот, правильно посаженный саженец с колышкой и поливом, как бы. Вот, таким образом надо делать. Вот, вот, это смазать, может, надо ли замазывать или не замазывать, вот этот срез, да, Если срез меньше пятикопеечной вот этой монеты, да, скажем, замазывать не так и обязательно. Но, если вы все равно будете красить вашей штамп дерева, можете покрасить этот срез. Параемирование сортов. У нас в республике принято, значит, есть государственные стандарты, и по этим стандартам сажаем, конечно, во-первых, деревья. Есть сорта районирования. Что это такое районирование? Есть сорта, которые менее зимостойкие, есть сорта, которые более зимостойкие. У нас в республике есть юж, юг республики, это Брестская область, скажем, Гродничная, запад. Есть Минск, центральная зона, есть северная часть. Климатические условия отличаются, сами понимаете. Нельзя все сорта взять, посадить. Сорта, которые мы можем посадить в Брестской области, посадить тоже и в Витебске. Поэтому происходит испытание этих сортов, после того, как вывели сорта или завезли республику, может ли этот сорт расти в Витебской области. Если видишь, что этот сорт нельзя посадить в Витебской области, потому что он непригоден для этого. Зимостойка слабая. Таким образом, этот сорт исключается от районирования. Районируется только по Брестской области. А сорта, которые более зимостойкие, более адаптированные, районируются в Витебской области. Поэтому те сорта, которые районированы по Витебской области, можно садить в Брестской области, потому что они выживают там. А те сорта, которые только районированы по Брестской области, допустим, нельзя сажать в Витебской области, потому что они там действительно не выживают, а вымерзнут. По экзотическим культурам на сегодняшний день в республике все уже видят интернеты, читают, видят красивые плоды, много интересного есть на сегодняшний день и хотят это садить у себя на дачных участках. Конечно, при выборе этих культур надо понимать, что прежде всего надо обратить внимание на зимостойкость. И прошлогодняя весна и зима показала, что не все, что растет в мире, мы не можем позволить себе садить. В последние годы, допустим, очень активно многие ищут хурму, вот такая культура, которая гранату садит. Но этих культур целенаправленно садить у нас нельзя. Почему? Потому что они, во-первых, не дадут такие, как необходимо, нормальные плоды, во-вторых, они могут просто погибнуть. Если даже дерево выживет, но эти деревья все равно не даст нормальных плодов. Да, в последние годы, в связи с потеплением климата, мы уже позволяем себе посадку таких культур, как раньше экзотически считалось абрикосы и персики. Миндаль начали уже в республику сажать, потому что эти потепления климата, реально идет потепление климата. Климатические условия позволяют этих культур уже посадить у нас в республике. И нормально получаются плоды. Но все равно надо понимать, что те культуры экзотические, которые завозят в республике, их надо садить очень в местах, даже в домашних условиях, в затищенных местах. Это должна быть защита какая-то. Или дом, или сарай, или теплица должна быть посажена в теплице. Почему? Потому что, если вы возьмете, допустим, абрикос или персик, даже более-менее устойчивый сар, то поставьте его в таком голом поле, это реально, что это дерево у вас не выживет. Почему? Потому что сквозные ветры, просто погибнет это дерево. Но если вы посадите в домашних условиях, скажем, учетом того, что защита от ветра, у нас основные ветры все равно западные получаются. Вот сегодня тоже дует западный ветер. Основные ветры западные. Надо защищать с запада, с востока. Больше всего. Таким образом, сажая с западной защитой западных и восточных участков, таких местах, когда защита есть определенная, дом, сарай, я не знаю, там гараж, таким образом вы спасаете. Кроме того, такие культуры, которые, если вы уже планируете садить, надо понимать, что на зиму эти культуры надо укрывать. Укрываются эти культуры, просто берется на белый спонбонд и закрывается это все. Как укрываются на зиму вот эти культуры, такие культуры, как миндаль, допустим, такие культуры, как персик, такие культуры, как абрикос. Но если взять на сегодняшний день, то эти культуры еще у нас орехоплодные, так называемые, очень сильно республики начали активно сажать. И это очень правильно, потому что в последние годы, занимаясь этим культурой, мы поняли, что и фундук, и грецкий орех у нас реально получаются в выполнении. Если раньше правонарушения было, но сами плоды не выполнены, они пустые были. Но в последние годы, в связи с тем, что климат поменялся, в связи с тем, что эти погодные условия поменялись, мы можем реально посадить эти культуры и получать реальные плоды, скажем так. Особенно грецкий орех. Да, надо учитывать единственное по грецкому ореху, что дерево высокорослое, и сильно близко к дому эту культуру нельзя сажать. Почему? Потому что, во-первых, эта культура электростатик, он как бы притягивает себе молнии, гром, когда гремит молния, притягивает. Поэтому взять возле дома, сажать эту культуру не рекомендуется просто. Фундук можно сажать, где вы планируете, возле дома, перед домом. Но надо понимать, что высота дерева, куста этого фундука будет где-то 3-3,5 метра. Орех может быть 5-6 до 7 метров. Вот этой культуре можно себе позволить посадку.